Итак, всем привет! Наконец-то мы получили ключ от своей новостройки и я решил, что надо записать несколько видюшек о том, как кого это и тому подобное. Ну а, собственно говоря, новостройка у меня за спиной. Сейчас. Примерно так она выглядит. Пойдем в подъезд. Вот как-то так это выглядит. А еще у нас тут есть электрический пандус. Прикиньте, какие технологии. Ну вот как-то так выглядит первый этаж. Кстати, за такие плиты отдельный респект застройщику, потому что так стены не будут поганиться. Тут у нас в первый день состоялись мероприятия по приемам и подписанию актов на этом столе. Ну вот такой вот подъезд, более-менее ухоженный, с таким вот потолком, как в торговом центре. Ну, наверное, в принципе, прикольно. Естественно, все по всякие системы дыма удаления, пожарная сигнализация. Все это здесь есть. Это вот такой вот первый этаж. Ну, пожалуй, шланги. Для тех, кто хочет узнать, как сдаются новостройки, в каком они состоянии, как это вообще выглядит. Потому что, насколько я знаю, вопрос актуализации покупки квартиры в новостройке сейчас очень сильно остро стоит. Вот. Всем интересно, как это выглядит, когда ты покупаешь квартиру в новостройке. Вот. Начнем с того, что сейчас мы находимся на 26 этаже. У нас здесь такой неплохой видок, скажем так. А вот внизу уже машины стоят. Вот. И, собственно говоря, сейчас я покажу вам, в каком состоянии и в какой комплектации, если так можно выразиться, а поставщик, ну, застройщик сдает квартиру. Вот. Ну, и в подъезд в целом тоже. Ну, в общем, из косяков чего первого бросается в глаза, то, что из-за того, что не установлены доводчики, ну, не доводчики, а ограничители двери на многих этажах уже до начала ремонтных работ в квартирах уже вот так вот все происходит. Вот. Сейчас пойдем в подъезд, посмотрим, как в подъезде это все выглядит. Ну, и двери такие хорошие. Как бы к дверям особо не придраться даже. Вот так выглядит наш этаж. Три лифта. В общем, ничего особенного. Щиток, электричество вам подключили. Так далее. Тут у нас счетчики тепла. Не буду читать, сколько, какая квартира тепла потребляла. Ну, вот. А сейчас пойдем непосредственно в квартиру. Кстати, очень многие спрашивают, как выглядит дверь от состройщика. Дверь у нас вот такая. Не знаю, что это за фирма. Но суть в том, что выглядит там достаточно презентабельно. Конечно, не фонтан, но, в принципе, неплохо. И мы ожидали, что она по жесткости будет очень плохая. Однако, если эту дверь заполнить пеной, будет очень даже неплохо и обшить. И можно будет какое-то время жить с такой дверью. То есть, это не будет вещью первой необходимости. Тут у нас щиток. Сразу почему-то стоит несколько автоматов. Пока сам не понял, почему несколько. Но вот как так. Заведем кабель интернета. Сразу это сделано для того, чтобы в подъезде провайдеры не разводили вот эту дичь, которую обычно сейчас разводят в старом жилфонде. То есть, здесь все очень аккуратненько. Никаких проблем нет. Так. Ну, вот так вот примерно сдается квартира. То есть, как бы голый бетон, стены несущие. Кирпичные перегородки между квартирами, там, где нет несущей стены. Вот как-то так. Так, прокинут отопление. Непонятно, почему здесь сделали внахлёст такой. Ведь можно было изначально просто левую пару пустить справа, а правую слева. Но вот почему-то сделали вот так. Ну, наверное, так должно быть. Ну, вода. Это все, что вы получаете, когда вы езжаете в новостройку без ремонта. Та же крана на горячей воде, где нет. Ну, и подвод под ванну, под унитаз. И так далее. Вот как-то так. Так, собственно говоря, квартиру покупали чисто из-за вида. Ну, вид у нас многие, конечно, не оценят, но для Саратова очень даже неплохо. Окна, кстати, все думали, что будут плохие, но с окнами нам повезло. Окна у нас застройщик поставил хорошие, хотя некоторые люди говорят, что они плохо отрегулированы. Такая вот марка. Но нам повезло, у нас нигде ничего не дует. Стоят батареи фирмы PURMO. Я до этого не знал, что это за фирма. Тут вот даже есть терморегулятор, то есть они не самые дешевые. За это отдельный плюс застройщику. Вот как-то так. Что касается тут. Тоже вот такой вот видок. Ну, естественно, у нас еще балкон там справа. Но когда мы наняли грузчиков для таскания вот таких вот панелей для межкомнатных перегородок, они нам заставили. Теперь у нас ничего не открывается. А там, собственно говоря, балкон. Кстати, сразу хочется заметить, вот эти вот плиты ПГПшные, они позиционируются как нечто такое, что вы устанавливаете. Потом можно сразу клеить поверх них обои. Но в реальности все это полная фигня и брехня. Потому что вроде даже как аккуратно поднимали нам грузчики их сюда. Они один фиг умудрились их везде пооткалывать. Вот так вот края. Причем это везде. Это еще мало отколото. Все равно плиты при транспортировке крошатся. Естественно, у вас не получится на них клеить обои без хотя бы мелкой какой-то шпаклевки. То есть просто стоит это учитывать. А так, ну вот, например, тут большой кусок откололи. Вот как-то так. Ну, а тут будет кухня. Чуть не забыл сказать, в дальнейшем на моем канале будут появляться видео о том, как мы делаем ремонт в своей двушке в новостройке, скажем так. Насколько я знаю, всем очень интересно, сколько стоят, какие работы. Вот, сразу же оговорюсь, некоторые вещи я буду делать сам, некоторые я буду нанимать рабочих. Вот, например, стены строить я сам не умею, точнее, с этим не сталкивался. Может быть, у меня бы и получилось хорошо, однако, так как каждый день хочется ходить на работу, точнее, нужно ходить на работу, придется нанимать рабочих. Собственно говоря, следующая серия скорее будет про то, сколько нам вышли по строительству стенной перегородки, в каком они будут в качестве. Строиться они будут вот из этого ПГПшного блока. Вот, ну, здесь по схеме я не буду сейчас рассказывать, но, в общем, они будут. Вот, собственно говоря, кому интересна данная тематика, вы можете подписаться на канал, и я здесь буду рассказывать о том, какие есть нюансы, сложности, с которыми лично я на своем примере сталкиваюсь. И сталкивается, наверное, вся моя семья с этими проблемами, так сказать. Вот, и мы будем разбирать каждый нюанс строительства и каждый этап строительства отдельно, потому что те видео, которые показываются в интернете всякими прорабами, специалистами, там обо многом умалчивается, много кто о чем не говорит, и это как бы не совсем правильно, это, скорее всего, у них больше на правах рекламы. Тут же я буду просто рассказывать о всех нюансах и сложных сетях, с которыми я сталкиваюсь на этапе строительства. Квартиры в данной новостройке. Если кому-то что-то конкретно интересное, я могу записать видео, потому что в данный момент я эту тему немного прохавал, как принять квартиру от застройщиков, какие есть косяки, нюансы и так далее. Поэтому напишите в комментариях, кому интересно, и, возможно, я какую-то интересную тему смогу осветить, через которую я прошел, естественно. Вот, ну а на этом, как бы, все еще могу добавить то, что здесь стоят вот такие датчики пожарные. Видимо, сначала стояли эти, какие-то автономные, потом поставили уже централизованно, как-то все с разводкой. Вот. И так далее. Ну а по поводу приемки квартиры, кстати, многих интересует вопрос, как квартиру принять. Тут достаточно все просто. Надо посмотреть, чтобы у вас не было трещин. Желательно замерить метраж квартиры и посмотреть, чтобы стены были ровные. То есть вам нужно будет какого-нибудь взять мастера, кто в этом хорошо разбирается, и промерить. Потому что бывают случаи, когда, например, вот эта стена чуть-чуть завалена, и впоследствии вам придется очень много шпаклевки, чтобы выровнять ее по уровню, например, тому же самому. Бывают случаи то, что плохо вытягивает вытяжка. У нас в этом плане все хорошо. Единственный косяк был то, что в первоначальных документах вот этот стояк должен был располагаться вот тут. Но, как выяснилось, там по договору застройщик имеет право вносить небольшие корректировки. Вот они внесли такую корректировку. Вот. Потом что еще? Многие говорят, что надо проверять двери, окна. Да, дверь и окна надо проверять. Естественно, чтобы из них сильно не дуло. В нашем случае все хорошо. Проблем никаких нет. Вот. Батареи тоже как бы мы проверяли. Это лично от себя уже советую, что это надо проверять. Квартира все-таки должна быть теплой. Тем более вам в ней ремонт не будет никто делать. С нацовый страх и риск, пока она холодная. Вот. В общем, вот такой вот мини-влог. Сейчас еще, наверное, с улицы немного сниму. Напоследок, как это все выглядит. Вот. Ну, а на этом как бы все. С вами был Никита. Подписывайтесь на канал, если кому-то интересна тема ремонта в новостройке. И я буду стараться освещать всякие нюансы.